Нижневартовск Нижневартовск Достижениями регионов Уральского федерального округа сегодня делились на выставке в форуме «Россия». Полномочий представитель президента Владимир Якушев рассказал о конкурсе «Команда Урала». Это подготовка будущих управленцев. В проекте могут принять участие молодые люди до 35 лет. Это управленческий резерв страны. В этом году определили 15 победителей, что в два раза меньше, чем в прошлом году, а работа велась по шести модулям, каждый проходил в одной из регионов Урала. Это тренинги, мастер-классы, посещение предприятий и встречи с наставниками. Участники встречались не только с полпредом, но и с уральскими губернаторами. Сейчас каждый из финалистов должен реализовать проект в своем муниципалитете. Самый большой вызов, с которым нам придется столкнуться, это подготовка кадров. Ну и, конечно, то, что касается управления. А мы всегда говорим о том, что все и любой проект, он все-таки начинается с правильной постановки задачи, потому что правильная постановка задачи – это 80% успеха. И если сегодня эту задачу будут ставить люди, которые не готовы ее правильно сформулировать и поставить, то конечный результат и все люди, работающие на разных цепочках этого проекта, отрабатывая неправильно поставленную задачу, вряд ли достигнут того результата, который изначально перед ними был поставлен. Еще один известный молодежный проект, который презентовали в рамках встречи – форум «Утро». В этом году он пройдет в Средловской области и соберет более тысячи человек, что является рекордом слета. Особый акцент сделан на работающую молодежь. Это представители рабочих профессий, которые трудятся на территории УРФО. Вторая целевая аудитория – это студенты высших и среднеспециальных учебных заведений. В этом году будут ориентиры на школьников. Каждый регион организует свою образовательную программу. Югра на форуме расскажет о нефтяной промышленности. В Ханты-Мансийске продолжается марафон экологического кино. Международный телефестиваль «Спасти и сохранить» привлек в окружную столицу несколько десятков специалистов в области экологии и медиа. Юные югорчане на мастер-классах учатся превращать старые ненужные футболки в новую с помощью нескольких техник кастомизации. А взрослые заполняют зрительный зал в ожидании кинопоказов. В программе фестиваля – творческие встречи с продюсерами, режиссерами и журналистами. Участвуют не только наши соотечественники – москвичи, уральцы, сибиряки, но и зарубежные мастера. К фестивальным смотрам присоединились гости из Индии. Кинематографисты, драматурги, писатели и журналисты впервые прилетели в сердце Сибири. Как говорят иностранцы, чтобы снимать кино о природе, нужно увидеть ее в разных проявлениях. Это очень хорошая идея. Я первый раз здесь. Прекрасное место, отличные люди. Мне здесь очень нравится. О игре у меня останутся только хорошие воспоминания. Публика очень хорошо принимает. Когда я вернусь домой в Индию, расскажу своим близким об этом месте. Продолжение следует...